Валютный рынок На сегодняшнем занятии мы рассмотрим тему 1 под названием «Валюта и валютная система». Желаю всем успехов в обучении! Наименование раздела «Мировая валютная система». Тема номер 1 «Валюта и валютная система» подготовила преподаватель специальных дисциплин Алматинского финансово-правового и технологического колледжа Тумарбекова Маида Муратовна. Цель и занятия Формирование мотивации обучающихся к учебно-трудовой деятельности, а также ориентация обучающихся на повышение степени восприятия и усвоения учебного материала. В ходе изучения данной темы будут рассмотрены следующие вопросы – понятия и классификация валют, резервные валюты, понятия международных валютных отношений и валютной системы, типы валютных систем и европейская валютная система. В заключении будет представлен список рекомендуемой литературы и домашнее задание. Международные валютные отношения представляют собой совокупность общественных отношений, складывающихся при функционировании валюты в мировом хозяйстве. Определим понятие валюты как особого способа функционирования национальных денежных единиц, при котором они опосредуют международные валютно-финансовые операции. Теперь рассмотрим различные виды валют в зависимости от классификационного признака. По статусу выделяют следующие виды валют – национальная, иностранная, международная, региональная, евровалюта и цифровая валюта. По материально-вещественной форме различают наличную и безналичную формы валют. При наличной форме валюта фактически перемещается между странами, при безналичной – номинально. В зависимости от способа конвертируемости валют выделяют следующие их виды – свободно конвертируемая валюта СКВ, частично конвертируемая валюта ЧКВ и замкнутые или необратимые валюты. К свободно конвертируемым относятся такие валюты, которые свободно и в неограниченном количестве могут перемещаться между странами. К ним относятся резервные валюты мира. К частично конвертируемым валютам применяются валютные ограничения. Национальная валюта Тенге является частично конвертируемой валютой. К замкнутым валютам относятся такие валюты, которые функционируют в пределах одной страны и не обмениваются на другие. Как правило, это может быть вызвано временной мерой, когда страна прекращает экспортно-импортные операции, либо же валюты тех стран, которые имеют малую вовлеченность в мировые хозяйственные процессы. Резервные валюты – это валюты, которые содержатся в золотовалютных резервах большинства стран мира, которые, в свою очередь, состоят из запасов золота и иностранной валюты. К резервным валютам относятся пять видов валют – это доллар США, евро, фонд стерлингов, японская иена и с недавних пор китайский юань. Данные валюты формируют корзину валют СДР – специальные права заимствования, являющихся счетной единицей Международного валютного фонда. Международные валютные отношения развиваются на основе валютных систем, как форма организации валютных отношений. Существуют три типа валютных систем – национальная, региональная и мировая. Национальная валютная система – это форма организации валютных отношений страны. Региональная валютная система действует в рамках определенного региона. Единственный пример региональной валютной системы в мире – это европейская валютная система. Мировая или международная валютная система – это глобальная форма организации валютных отношений всех стран. Европейская валютная система функционирует с 1979 года. Региональной счетной единицей является валюта евро. Среди 27 стран Европейского Союза 19 приняли в качестве национально-денежной единицы валюту евро и формируют еврозону. На данном слайде представлен список рекомендуемой литературы по теме «Валюта и валютная система». Домашнее задание – ответить на вопросы самоконтроля. Благодарю за внимание.